скоро близится 11 ноября а это как вы знаете пора скидок и самое время тарица мультиметрами паяльниками да и вообще разными радио детальюшками но многие из вас уже наверное про хавали китайцев и наверняка знаете что некоторые перед распродажей повышают цену на товар чтобы 11 11 его снизить ну типа вот вам скидка так вот чтобы отслеживать изменения цены и знать реальная ли скидка на товар или фейковая в этом вам поможет сервис alitools с его помощью можно в два счета отличить накрученную скидку от реальной проверить надежность продавца посмотреть обзоры товаров и отследить посылку при этом alitools работает не только на алиэкспресс но и на гербес banggood gd june pandau lamoda и wildberries и самое интересное сервис alitools проводит розыгрыш телефона к сайоми mi a2 и наушников apple airpods условия просты нужно установить расширение alitools chrome mozilla opera или яндекс браузер и авторизоваться через социальную сеть мобильное приложение alitools в розыгрыше не задействовано поэтому по ссылке обязательно переходите с компьютера приветствую всех на канале паяльник тв сегодня я покажу довольно необычный способ получения высокого напряжения это будет максимально простая но очень интересная конструкция в первую очередь потребуется трансформатор для этого эксперимента подойдет не только импульсный но и обычной сетевой так как его проще достать с него и начнем мы возьмем готовый понижающий трансформатор и подключим его наоборот чтобы он повышал напряжение а повышать он будет тем лучше чем больше будет соотношение обмоток поэтому советую брать транс с напряжением не более 12 вольт сразу предупреждаю о возможности его испортить так как метод нестандартный я буду использовать трансформатор закрытого типа в герметичном корпусе но это не обязательно подойдет обычный он имеет две вторичные обмотки с выходом 6 вольт каждая и так для того чтобы получить на выходе этого трансформатора высокое напряжение я не буду использовать какие-либо электронные схемы а как ни странно воспользуюсь обычным электромотором в качестве генератора импульсов из представленных сначала я выберу тот который побольше я просто припаиваю один из проводов моторчика к контакту трансформатора то есть последовательно со вторичкой и подаю напряжение от регулируемого блока питания сейчас блок установлен на минимум это полтора вольта в режиме измерения переменного напряжения смотрим что у нас на выходе так как мотор выполняет роль генератора то есть возможность посмотреть и частоту выходного сигнала теперь я буду повышать питающее напряжение я успел разглядеть 39 вольт но дальше мультиметр не хотел показывать напряжение скорее всего из-за грязного сигнала уверенное зажигание неоновой лампочки говорила о приличном напряжении на выходе поэтому мне захотелось посмотреть как выглядит выходной сигнал на осциллографе чтобы не испортить прибор я взял резисторы на 1 мега ом и 10 кило ом и собрал из них делитель напряжения 1 к 100 здесь можно наблюдать вот такую картину по мере того как я увеличиваю питающее напряжение мотор ускоряется частота сигнала растет и обратите внимание что посреди горбатого импульсного напряжения присутствуют кратковременные всплески с довольно большой амплитудой генератор импульсов из мотора конечно так себе получается грязный сигнал и наконец смотрим на показания в макс и в пп последний означает размах от пика до пика на этом кадре видим самые большие показания и так как на входе осциллографа стоит делитель 1 к 100 то умножаем значение на 100 на выходе получилось довольно высокое напряжение это при том что блок питания я выкручивал где-то до 20 вольт мне удалось вытянуть высоковольтную дугу примерно на 2 миллиметра а это означало что есть смысл попробовать подключить на выход умножитель напряжения этот четырехзвенный умножитель был когда-то применен в зажигалке для газа если кто-то не видел то советую посмотреть видео по сборке умножитель имеет не очень хороший вид весь покрыт термоклеем но зато будет безопаснее держать как видим разряды стреляют неплохо я бы не хотел до них дотронуться потом я поменял мотор на более маленький по ощущениям разряды стали плотнее вот такой нестандартный способ получения высокого напряжения правда у этого есть свои минусы чтобы получить более-менее нормальные разряды мотор приходится крутить на предельных напряжениях из-за этого он перегревается также и первичная обмотка трансформатора в котором генерируется высокое напряжение для этого не предназначено и и попросту может пробить возможно вы задумались как же электромотор может играть роль генератора импульсов ответ кроется внутри там есть щетки которые соприкасаются с пластинками коллектора и когда ротор вращается то происходит кратковременное прерывание из-за небольших промежуточков между пластинками также обратите внимание на обмотку здесь в отличие от другого мотора обмотка выполнена более толстым проводом и содержит гораздо меньше витков значит сопротивление ниже неудивительно что этот двигатель показал себя лучше так как на нем теряется меньше энергии ну и наконец давайте проделаем то же самое с импульсным трансформатором моторчик будет тот же самый также припаял коннектор для батарейки и выключатель этот трансформатор был взят из лазерного принтера и специально предназначен для высокого напряжения внутри он имеет секционную вторичную обмотку несколько тысяч витков и одну первичную первичка последовательно с мотором и выключателем подключается к источнику питания высоковольтный импульсный трансформатор можно заказать из китая но возможно придется немного перемотать первичную обмотку а как сделать своими руками я показывал вот в этих видео далее на выход трансформатора подключен умножитель 9 вольтовая крона не лучший источник питания правда конкретно это алкалий новая выдает несколько ампер на выходе и для кратковременного включения вполне сойдет можно питать от литиевых аккумуляторов напряжение подобрать индивидуально насколько позволит моторчик первое включение прошло успешно а значит можно приклеить детали к основанию такая штука без труда поджигает газовую плиту конечно существует множество готовых модулей для получения высокого напряжения но речь все-таки идет о нестандартном методе да и к тому же собрать такую конструкцию сможет любой можно попробовать разные моторы и трансформаторы и еще раз напоминаю что есть некоторые риски при использовании сетевого железного трансформатора его первичная обмотка которая в нашем случае была вторичкой все же не рассчитана на напряжение скажем выше 250 вольт если сильно не разгонять моторчик то все будет нормально но в этом случае придется на умножители увеличить количество звеньев иначе разрядов не будет на этом все спасибо за просмотр не забудьте подписаться на канал паяльник тв до следующего видео пока